Европейский Союз оказывает поддержку Кыргызстану с момента приобретения суверенитета нашей страны. В 1999 году было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Сейчас одним из приоритетных направлений в сотрудничестве ЕС и Кыргызстана является взаимодействие в сфере образования. В период с 2014 по 2020 год на эти цели было выделено почти 72 миллиона евро. На данные средства 70 школ оснастили современным оборудованием. В 10 учебных заведениях создали необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для поддержки верховенства закона за последние 6 лет ЕС предоставил нашей стране почти 38 миллионов евро. Особое внимание сейчас Союз уделяет решению вводных вопросов в нашей стране. На реализацию программы по обеспечению населения страны чистой питьевой водой, а также восстановление очистных сооружений было выделено 19 миллионов евро. Мы предоставляем гранты. Благодаря нашей помощи также снижаются процентные ставки кредитов. У нас запущен проект по снижению природных рисков. Проводим также семинары, на которых обучаем работников водоканалов, как действовать в тех или иных ситуациях, например, когда начинается засуха или мороз. Евразийский Союз оказывает Кыргызстану большую помощь в решении вопроса экологической безопасности. Запущен проект по рекультивации урановых хвостохранилищ в странах Центральной Азии. Его стоимость 85 миллионов евро. Уже выделено 27 миллионов евро. С 2020 года начнется практическая работа, то есть мы уже начнем рекультивацию Минкуши. Мы можем связать проблему урановых хвостохранилищ с водными вопросами. Например, в Май-Лесу хвостохранилище находится рядом с рекой. Эта вода уходит в другие страны. Между Кыргызстаном и ЕС налажено тесное сотрудничество в сфере культуры. Так, этим летом в Бишкеке прошел фестиваль фильмов, снятых в Европейском Союзе. Было организовано мероприятие «Европейская неделя». Проведена масштабная акция по очистке берега Иссыкуля. И мы со многими волюнтерами местными, где-то 200 человек, в общем, чистили берег Иссыкуля в сентябре. Так, как бы показывает тоже пример, но и также вовлекая местную молодежь очень важные вопросы по экологии, по очистке своей окружающей среды. Сейчас Европейский Союз и Кыргызстан разработали новое соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает усиление взаимодействия в сфере образования, экологии, транспорта и развития человеческих ресурсов. Документы изучают юристы. Подписан он будет в следующем году. Ежегодно члены правительства Кыргызстана встречаются с представителями ЕС. Эти встречи проходят на министерском уровне. На них решаются самые актуальные вопросы сотрудничества. Министр Чингис Айдарбеков будет в Брюсселе на следующей неделе. В течение года такие встречи проходят на постоянной основе. Было бы интересно организовать встречу на уровне президентов Кыргызстана и Европейского Союза. Президент Кыргызстана уже был в Брюсселе. Летом следующего года в Мишкеке пройдет первый бизнес-форум ЕС. Ожидается, что он поспособствует развитию торговли между странами Европейского Союза и Кыргызстаном. Екатерина Токамбаева, Кижебек Максатулу, «Пирамида».